Бэта-ресервис это аккумуляторы, тестеры и зарядные устройства. Сходите на их сайт, ссылка в описании. С этой съемкой мне не повезло дважды. Во-первых, я таки завалил эту черную машину на бок. А во-вторых, камера в этот момент не писала, хотя я был уверен в обратном. То есть самого эффектного кадра я вас получается лишил, но зато все остальное на месте. А еще это уникальная для моего канала история, потому что речь идет про самый настоящий прототип, который его создатель стремится довести до серийного производства. Я лично убедился, насколько это непросто. Я просто подрасслабился, я вообще перестал, ну как бы особенно париться насчет этого наклона. Вот, я начал искать педаль тормоза, она там не очень легко находится иногда, и собственно что-то как-то она бах и набок. Там вот как бы главная проблема в том, что у него есть эти крайние положения, в которых он зависает. Грубо говоря, когда ложится на бок, то что с ним дальше делать? Вот с ним надо начинать бодаться люто. Привет! Это рубрика «Чудо техники». Начну несколько необычно. Присяду к машине, о которой буду рассказывать, и покажу вот на эту металлическую табличку. Здесь у нас государственный регистрационный номер, как видите. Это действительно номер, полученный на вот эту конструкцию. Все сделано абсолютно по белому, по прозрачному, по закону и правильно. Но к номеру мы вернемся попозже. Это вообще история про всю Россию разом, на самом деле. Пока что давайте осмотрим машину в общих чертах. Я абсолютно уверен в том, что где-нибудь в интернете, на каких-то фотках вы видели что-то подобное. Возможно, даже на улицах. Потому что такие вот маленькие машинки, которые похожи на трехколесный скутер с кабиной, это вроде бы как не новость. Но машина, которая сейчас рядом со мной, она в некотором смысле новость. Последние 10 лет. Давайте о главном. Что перед нами такое? Три колеса, значит трайк. Как бы да, но нет, точнее не совсем. Перед нами машина, которая является собой нечто среднее между мотоциклом и, собственно, трайком. Прикол именно в этом. Именно в этом, кстати говоря, инновационность. То есть, в принципе, что-то подобное делают многие. Но вот именно так, кажется, еще не удавалось никому. Потому что даже когда мы видим наклонные трайки, ну, которые в службе доставки работают или еще где-то, как правило, там есть ведущая часть, которая никуда не наклоняется и стоит на месте. А здесь все сделано как бы тоньше, как бы изящнее и, на мой взгляд, существенно интереснее. Триумф, ребятушки, выкатили офигенно интересный мотик. Я жду, не дождусь начала сезона, чтобы попробовать его собственными лапками. Tiger Sport 660. Вообще, чтобы понять, о чем речь, надо сделать несколько шагов сюда и увидеть прекрасно знакомый нам Trident 660. Очень классный с точки зрения дизайна городской мотик, как бы начального уровня. Отсюда взяли мотор и перенесли его в новый кроссовер. 15 сантиметров ход-подвес, 206 килограммов масса, 81 лошадка. В принципе, отличный набор для, ну скажем так, мотоцикла для человека, который только в эту тему вкатывается. Есть интересные штуки. В частности, регулировка ветровичка сделана очень удобно. Просто либо поднял, либо опустел. Не надо ничего винтить, прикручивать, откручивать. Вот это вот все. Заходим сюда и обнаруживаем, что тут еще и приносяг пружины. Тоже очень легко, понятно и просто регулируется. В общем, понятная, клевая, интуитивная машина, которая, кстати, достаточно недорого стоит. Ссылки на Гран Мото, где вся эта красота стоит в описании. Вот, на мой взгляд, действительно одна из интересных новинок сезона. Я мотоциклист в одной из своих ипостасей. Как я стал мотоциклистом? Я влип в робку как-то, купил себе мотоцикл, покатался на нем немножко и понял, что я не сильный воин-мотоциклист. То есть дождик для меня это уже стоп-фактор для того, чтобы выехать на улицу. Мокнуть, снег, тем более грязь, это совершенно не мое. И я решил поставить кабину на мотоцикл. Ну, а поскольку кабину на мотоцикл, да, то раз ногу из нее нельзя выставить, то это сразу пошла работать инженерная мысль, как сделать так, чтобы он не упал на бок. Вот, соответственно, в голове сразу стали появляться гироскопы, магнитометры, акселерометры, системы активной стабилизации. Вот, и в результате, вот, собственно говоря, родился этот проект. В 2011 году я собрал команду, которая начала работать над этим проектом. Ну, и с тех пор, собственно говоря, выпущено 7 прототипов. От двух из них остались только чертежи. От двух остались основные системы активной стабилизации. Три остались железе. На двух можно проехать. На одном из них я езжу каждый день по Москве. Еще один результат – это три патента уже оформлено. Три патента в стадии оформления. Если вы мотоциклист, вы примерно представляете, вы не представляете, вы чувствуете, как вы поворачиваете. Для того, чтобы вам повернуть, вы сначала поворачиваете руль, потом переносите вес. Ну, и в случае тогда, когда у вас скорость упала, или вы остановились, вы просто выставляете ноги и не даете мотоциклу упасть на бок. Здесь все эти функции должны были быть передоверены какому-то устройству, которое за вас это будет делать. Самое простое – это силовой гироскоп. То есть это блин. Ну, условно говоря, блин от штанги. Весом 15 килограмм, который вращается внутри вашего мотоцикла и, соответственно, не дает упасть. Это волчок вот такой вот. И такие проекты есть. Оказалось, что он, во-первых, безумно дорогой. Во-вторых, это безумно сложная подвеска самого силового гироскопа внутри аппарата. А в-третьих, оказалось, что он не нужен. Почему? Потому что гироскоп – это волчок, который вращается на одной точке. То есть он вас предотвращает ваше падение не только влево-вправо, а еще вперед-назад и по всем остальным направлениям. Но мотоцикл-то не может упасть вперед или назад. Он может упасть только влево или вправо. И спрашивается, зачем нам тратить вот эту вот энергию? Следовательно, возникает вопрос. А как сделать так, чтобы у нас был такой силовой привод, который его наклонял только влево-вправо и предотвращал падение влево-вправо? Сначала эта система усложнялась, усложнялась, усложнялась. И вот тот танк, который вы видели и который вы покажете на фотографиях, это была самая сложная точка. И тут она заработала. А потом мы начали удалять лишние детали. Мы удаляли одну, вторую, третью, четвертую. И мы достигли того, что на нашем седьмом прототипе, вот тот, который вы видите, у него сзади написано версия 7, мы достигли того, что там внутри очень простой силовой привод, который позволяет мгновенно реагировать на все наши, ну вот на все возмущения, на ветер, на люки, на ямы, на пролетающие мимо фуры. Мы достигли не только того, что быстро работает электроника и программное обеспечение, мы достигли того, что быстро работает силовой привод. Забавная история получилась одним из первых прототипов, который назывался танк, такой солидный, брутальный, несколько угрожающий. Получилось так, что это был, по сути, первый гиромобиль, построенный в России. То есть в России их придумывали раньше, но как-то не строили. Это был первый созданный в России гиромобиль. Прямо историческое веко. Давайте для начала проверим ваш глазомер. Посмотрите на эту машину вот четко спереди и попробуйте ответить на один вопрос. Она шире мотоцикла или уже? Да, я понимаю, мотоциклы бывают разные. Но если мы представим себе круизер с таким раскидистым рулем в стиле рогов буйвола, то получится, что это штуковина шириной с мотоцикл? 96 сантиметров. Это, в общем, ключевое достоинство, потому что, по сути, сей трайк, сей трицикл, он, в общем-то, может проезжать там же, где проезжаем мы, мотоциклисты. Но, на самом деле, ключевая, самая главная, самая, да, секретная деталь всей этой машины, она вот там вот, сзади, между колесами. В этом черном ящике живет активная система стабилизации. Прикол в том, что эта машинка, она может существовать в двух базовых режимах, скажем так. В одном из них она больше похожа на трехколесный автомобильчик, ну или на традиционный трайк, который вот уверенно стоит на земле и как бы едет прямо, не наклоняясь. Но можно нажать волшебную кнопку, и тогда эта же конструкция станет трехколесным мотоциклом, который умеет наклоняться в поворотах. Все это довольно непросто сделано. И самое интересное, что вот этот черный ящик, его как раз у нас в России придумали. Собственно, самое интересное в этой машине то, что находится внутри вот этого металлического бокса. Ну, во-первых, такой транспорт – это не новость. И тогда, когда мы начали, уже Тойота разрабатывала свою машинку, которая называлась iRoad. И сейчас это единственный гиромобиль, ну, скажем так, не гиромобиль, а транспортное средство с активной системой стабилизации, которое пошло в серию и которое уже продается. И которое используется в качестве арендного автомобиля в Токио и в Гренобле. Но там другая система стабилизации. Там другое программное обеспечение. Там только силовой привод, там нет свободного режима, то есть тогда, когда я могу ездить, как на мотоцикле. Он наклоняет только за счет силы. Там довольно сложная система управления. Два больших колеса стоят спереди, на нем как раз привод, который их наклоняет, сзади маленькое колесико рулевое. Это вот был такой самый продвинутый проект. Потом это было BMW Simple, это был Nissan Land Glider. Это было до 2019 года. В 2019 году прорвало. С 2019 по 2021 год наша команда насчитала 11 таких проектов. 11. Швейцария, Нидерланды, Америка, Германия, Франция, Индия, Польша. Польша, Карл! Все это время. Естественно, в 2016 году мы наш танк, мы показывали, ну, наверное, только президенту не показывали, там даже патриарху Кириллу показывали. Говорили, ребята, давайте, давайте. К сожалению, ну, знаете, как в той песне, да, я не сказала да, милорд, я не сказала нет. Да, нам никто не говорил нет, но нам никто не сказал да. Поэтому, собственно говоря, после того, как мы отработали всех практически производителей, которые, опять-таки, еще раз повторяю, никто не сказал нет. Да? Мы отработали всех наших производителей, мы подались к нашим партнерам. У нас есть хорошие контакты в деловом совете БРИКС, и, собственно говоря, мы обратились к китайцам, мы обратились к индийцам. Китайцы увидели нашу разработку, они сказали, дайте нам два. Мы готовы выпускать. Это был 2017 год, это был саммит делового совета БРИКС в городе Шанхай. Вот. И в 2018 году они нам прислали вот эти вот кабинки. Ну, не эти кабинки, другие кабинки, на которых мы, собственно говоря, разрабатывали. Те кабинки превратились уже в такое, что на них смотреть невозможно. Сами представляете, что значит разработать мотоцикл. Сколько раз ты упадешь. Так вот, мы сейчас достигли Дзена. Это вот как раз седьмая версия, которая была разработана целиком здесь. Но если бы мы взялись ее здесь сертифицировать, если бы мы взялись ее здесь получать все сертификаты, это был бы отдельный квест, о котором я просто рассказывать не хочу. Вот. Поэтому мы просто взяли нашу систему стабилизации, мы ее привезли в Китай, ее прикрутили на... в нашем присутствии так, чтобы никто не видел, что в черном ящике, его прикрутили на этот рецикл. Этот рецикл был ввезен сюда, как китайское производство. И вот в настоящее время я на нем езжу. Вот таким вот образом. История, как получены номера в том числе. Почему? Потому что это был... Да, ну опять-таки, а дальше начинается квест. А как же получить номера на китайский трицикл здесь? И это был еще один квест, о котором я рассказывать не буду, но результат на лице, ну то есть на противоположной стороне тела. Во-первых, для того, чтобы упростить. А во-вторых, в результате наших неокрыпир, это научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, мы поняли, что передний приводной мотоцикл это то, что нужно. Почему? Потому что, во-первых, этот передний приводной мотоцикл невозможно разложить на повороте. Как вы раскладываетесь на повороте? Вы не сбрасываете газ или подгазовываете, у вас начинает шлифовать заднее колесо, вы раскладываетесь, вы начинаете шлифовать асфальт костями. Как сделать так, чтобы вы перестали шлифовать асфальт костями? Надо поставить ведущее первое колесо. Впервые переднее колесо. Впервые до этого додумались немцы. Опять-таки, давайте чуть-чуть про гироскопы, и давайте чуть-чуть про то, каким образом ездит, и каким образом стабилизируется мотоцикл. Он стабилизируется, во-первых, за счет выноса вилки. Он еще называется по-английски «трейл». Ребята, блогеры в шлеме, они, по-моему, называются. Они про это рассказывали. Только они уперлись в трейл, а про гироскопический эффект они ничего не рассказали. А гироскопический эффект он есть. Почему у велосипеда большие колеса? И, ну, собственно говоря, это помогает ему стабилизироваться. Потому что, если у вас очень легкий гироскоп, то вам надо иметь его большим, чтобы разнести этот вес, чтобы получить больший мах, большее усилие. Соответственно, если мы ставим мотор вперед, то, во-первых, он полностью исключает снос кормы, а, во-вторых, он вам обеспечивает гиростабилизирующий эффект, который направлен туда, куда вам надо. Если у вас гироскоп стоит спереди, то он поворачивает по вектору и наклоняется по вектору. То есть вы получаете идеальную траекторию. Вы проходите абсолютно без сноса. То есть, во-первых, это передний привод. Во-вторых, это задняя стабилизирующая подвеска. Батарейка здесь стоит, китайская. Как вот она пришла? Это литий-ионная батарейка 90 Ач. Коллеги, ее хватает на 140 километров. Дело в том, что все автоинженеры знают, что на скорости больше 60 км в час вся мощность мотора тратится только на преодоление сопротивления воздуха. Поэтому, если вы делаете компактный транспорт, его не надо делать широким. Зачем вы расхлебениваете морду на полдороги? Сделайте его узким. Эта машина практически полностью сделана из китайской комплектухи. Я абсолютно уверен, что кто-то там уже начал печатать, мол, накупили всего в Китае, собрали, чем хвастаться. Вот практически стопудово. Понимаете, в чем дело? Один из предыдущих прототипов был сделан практически полностью из наших узлов и агрегатов. Ну, разумеется, что-то там было импортное, но в целом он был российский до винта. Проблема в том, что когда ты пытаешься подобную разработку воспринимать не как кастом-проект, а как, ну, скажем так, предсерийный образец, то дело доходит до поставщиков, до вот всех этих производственных цепочек. И тут выясняется, что с китайцами это проще. Потому что, несмотря на стремление к коммунистическим идеалам, там люди очень хорошо понимают, как зарабатывать деньги. И поэтому есть интересная идея, не проблема, что хочешь собрать, мы соберем кабины, на тебе кабины, моторы, пожалуйста, у нас все есть, выбирай, что тебе нравится, и как-то так. Поэтому, да, он практически целиком китайский, что касается деталей. Но идея все-таки наша. Еще один прикол в том, что это переднеприводный мотоцикл. Маловато их в природе существует, но перед вами один из них. Здесь у нас 6-киловаттный моторчик, который теоретически может разогнать эту машину до 100 км в час, но практически как бы не рекомендует разгоняться до сотни, лучше ездить несколько спокойнее. Этот видос станет своего рода исключением, редчайшим в моей практике, когда сам я за руль не сяду, потому что Алексей меня попросил, не садись, говорит. Потому что при первом знакомстве с этой машиной шансы положить ее на бачок, ну, обычно превышают 100%, то есть это практически неизбежно. Чинить ее не так просто, она существует в одном единственном экземпляре, и, в общем, говорит, не надо. Ладно, хорошо, именно в этом случае сам за руль не сяду. Но меня покатают на заднем сиденье. Я собираюсь подать документы на изменение правил русского языка. Вы можете ездить, почему, да? Вы можете ездить на машине и в машине. Сейчас вы сидите в мотоцикле. До меня в мотоцикле в нашей стране никто не сидел. Так что мы даже правила русского языка изменили. Сами видите, все серьезно. Так, ну, в сторону, это мотоцикл. Так, так, так. Оп, все. Алексей мне объяснил, что с непривычки можно шинк напороть, короче говоря, в водительском. Кресли сидящие. Все, поехали. Поехали. Посмотрим, как оно. Ну вот, вот смотрите. Вот мы едем. Вот мы едем в режиме автомобиля. Видите? Да. Вот мы едем в режиме автомобиля. Ну, вот мы никуда не наклоняемся. Вот мы там, мы можем, мы можем поворачивать, да. Вот, вот смотрите, да. Вот теперь что мы делаем? Мы набираем достаточную скорость. Она уже, собственно говоря, набрана. Мы включаем систему стабилизации. И вот что у нас получается. Видите, да? И вот что у нас получается. Вот таким вот образом. Вот, вот как отрабатывает система стабилизации. Видите? Я, смотрите, я не переношу вес. Я сижу ровно. Да? Да? Да. И вот таким вот образом мы едем, да? Вот, пожалуйста, вот змеечка. Вот, вот, вот сейчас можем выехать куда-нибудь на дорожку и, и чуть-чуть прибавить. Кстати, сейчас сильный боковой ветер. Вот заметьте, заметьте, как нас перекрашивает в сторону ветра. Заметили? Да. Ну, реально, немножечко под наклоном. Конечно. Трицикл едет. Такое дело в том, что по-другому-то и нельзя. Иначе просто сдует. Потому что парусность у него чуть больше, чем у мотоцикла. Как вы понимаете, да? Все-таки здесь такая плюха. А вот, смотрите, что будет. Вот, вот я не вписался, допустим. Оп. И вот она. Посмотрите. Вот я снова езжу на автомобиле. Видите? У меня погасли вот здесь вот лампочки. Ну, это компьютер, который контролирует, собственно говоря, наши режимы движения. Вот. У меня погасли лампочки. И это значит, что вот она загорелась. Это значит, что я снова могу перейти в режим мотоцикла. Понимаете? Вот, смотрите. Вот я снова нажимаю кнопочку. Вот я нажал кнопочку. И вот мы получаем тот же самый эффект, который мы имели. О, ветер. Сейчас действительно сильный ветер. И прям чувствуется наклон. Да. Я не знаю, передает ли камера, но электроника чувствует ветер каким-то чудом. Ну, каким чудом? А не чудом. Здесь есть такая фигня, называется акселерометры. Боковое ускорение чувствуется. Ну, и, соответственно, на самом деле здесь есть несколько наших хитрушек. Несколько наших секретов, которые, видите ли, вам не обязательно принудительно наклоняться в нужную сторону. Вам надо просто запретить наклоняться в неправильную сторону. И будет вам счастье. Значит, эта штука, во-первых, она для широкого рынка. Причем у нас это так называемый свит-спот, как говорят нефтяники, да? То есть у нас на мотоцикле можно ездить два месяца в году. Ну, сильные воины ездят по полгода, я их уважаю. Я два месяца в году я могу ездить на мотоцикле. Значит, дальше у нас холодно, у нас дождь, у нас снег, у нас грязь, у нас сопли на дороге. Хрен проедешь. Я на этом отъездил уже две зимы. Это во-первых. Но, если в наших широтах кабина, это означает печка, а здесь стоит печка. Здесь мы добавили просто подогревы обоих сидений, переднего, заднего и подогревы ручек руля. А этого хватает. Печку включаешь только на обдув стекла, и я две зимы отъездил. Кабинка маленькая, поэтому нормально, без проблем. А в Китае и в Индии это кондиционер. Понимаете? Туда ставишь кондиционер, и ты едешь по тем же самым пробкам, ты едешь лайко-босс. Вы видели, как ездит домино-пицца на Хонда Джира. Хонда Джира это такой маленький трицикл с такой ненаклоняемой кормой, наклоняется полкабинки относительно задней ненаклоняемой кормы. И там такая крышечка стоит. Так вот, это Хонда Джира с моторчиком 50 кубов, я не знаю, ну слабенький моторчик какой-то, внутреннего сгорания. Она стоит 700 тысяч. Вот представьте, если мы доставщикам дадим вот такие вот вещи. То есть это все службы доставки, все делайвери. Опять-таки, если нам надо дать возможность полицейским перехватчикам, да, мотоциклистам, дать возможность оперировать круглогодично, пожалуйста, нарядом полиции можно доехать по пробкам туда, куда надо, спасателям, медицинским службам без эвакуации больного. А у наших китайских партнеров есть кабины, в которые можно даже носилки поставить, они длинные. Дело в том, что эта кабина коротенькая, да, здесь только сидят два человека без багажника. Но наш танк, вот этот наш хороший, тот, что мы сами разрабатывали, кузов, да, он 3,40. Там, во-первых, двое сидят вполне комфортно, откинувшись. А во-вторых, его можно раздвинуть еще дальше. У нас он прекрасно стабилизировался при длине 3,40. Мы можем сделать и 4 метра. Мы можем эти машины сделать для городских служб, для полиции, для МЧС, спасателей, прибыть к месту назначения по пробкам, для медицинских служб и без эвакуации больного, а сделать длинный кузов из эвакуации больного, для служб доставки и для всех подряд. Единственный вопрос, который мне задают, ну, все знают, что мотоциклисты имеют небольшое преимущество по дорогам, но никогда не ездят между рядами, мы люди вежливые. Но, тем не менее, когда я останавливаюсь на перекрестке, меня просят опустить стекло и задают один единственный вопрос. Где его купить? Сколько он стоит? Это все китайские комплектующие. Наш танк, я его принципиально делал из всех наших комплектующих. Я давал парочку интервью в 2016 году, я рассказывал, что там комплектующие от АвтоВАЗа стоят. Специально я старался делать наши комплектующие, но, ну, поскольку пока не срослось с нашими компаниями, это сделано все из китайских комплектующих. Если бы мы сюда ввозили комплектующие, ну, естественно, и постепенно локализовывали на месте, и собирали здесь, то этот трицикл стоил бы порядка 400 тысяч рублей. 400-500 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Ну, условно говоря, это 5 тысяч долларов. Вот, оттолкнемся от злобной американской валюты. Если мы делаем все то же самое, но собираем его в Китае и ввозим сюда, просто импортируем, то заморим телушка-полушка, а дальше начинается, сколько вам стоит доставка, сколько вам стоит растаможка, там, логистика и все такое, и все такое прочее. Сертификации, естественно, здесь китайского аппарата, а не нашего аппарата. Вот, и в результате ваша цена вырастает ровно в два раза. То есть это получается 700-800 тысяч. Чтобы все-таки прокатиться на этой чудо-машине, я поехал в Рыбинск на завод «Русская механика». Да-да-да, там делают бураны. Алексей показывал прототип руководству предприятия, естественно, имея намерение их заинтересовать. Поскольку на улице зима тестовые поездки проводили в крытом помещении, и это, надо сказать, очень хорошо, потому что скользить бедром и плечом по наливному полу куда приятнее, чем по асфальту. Да, я, правда, на этой штуке упал. Потом опять сел за руль и лишь тогда понял, как ей надо рулить на самом деле. Секрет-то на самом деле прост. Машина вроде трехколесная, но поддерживать равновесие – твоя забота. И если бы я не оказался в Рыбинске, то был бы готов петь сагу о битве изобретателя-одиночки с бездушной корпоративной машиной. Но жизнь сложнее. И на «Русской механике» работают люди, которые действительно любят то, чем они занимаются, которым интересны новые направления. Но ключевая проблема МК-17 как раз в том, что к нему обязательно должно прикладываться обучение. И тут хочется воскликнуть. Ну, разумеется, кому нужны эти сложности. Однако вспомните, как вы учились ездить на велосипеде. Сколько раз падали? А моноколесо. В мире полно техники, с которой не проходит фокус «Сил и поехал». Это с одной стороны. С другой – где то радикальное преимущество, которое оправдывает лишние проблемы? Экономическую сторону вопроса я вообще трогать не хочу. Потому что, да, дешевая азиатская мототехника, она в конечном счете выгоднее. Ну, просто из-за колоссальных объемов и накатанного производства. Ну, понимаете ли, их накатанного производства и их объемов. Сделать какой-то однозначный вывод у меня не получается. Если у вас получилось, пишите в комменты. Забавное, как на аттракционе. Ну, да, баланс надо держать. И в этом какой-то, может быть, и есть кайфовый. Интересно, когда вот так вот, если ужарить на пол, лететь будем долго. Ну, сложно сказать. Не исключено. На самом деле, мне кажется, что на скорости все намного логичнее становится. Потому что здесь на этих около нулевых. Пойди, удержи его. На самом деле, тут на более-менее нормальных человеческих скоростях даже не надо особенно прям вот балансировать на нем. Все происходит само собой. Просто здесь, на вот этих микроскопических, на вот этих скоростных режимах складских, на самом деле, даже сложнее. Надо постоянно рулем работать. Вот это такая неочевидная вещь, потому что постоянно капельку его тыркаешь. Не даешь ему как бы уснуть и на бочок завалиться. Вот когда к этому привыкаешь, все становится хорошо, просто и понятно. Ладно, у меня на сей раз без приключений, так что коллегам буду передавать машинку. Ну и под занавес, ребята, опять вот эта металлическая табличка с государственным регистрационным номером. История ее появления здесь, она прекрасно же выписывает то, что меня вот в имеющейся системе откровенно бесит. Потому что всю эту систему, как я уже рассказал, разработали, придумали у нас в России. Теоретически у нас можно провести какие-то там вот экспертизы, получить какие-то документы, все оформить, такие вот номера себе заполучить. Теоретически, на практике сделать это нереально вообще. Полностью. Точно. Поэтому создатели машины взяли вот этот черный ящик, отвезли его в Китай. Там в Китае собрали трайк с этой вот активной системой стабилизации, привезли его обратно, и вот уже китайский трайк, оказывается, зарегистрировать можно, и получить на него номера. Ну это же абсурд какой-то. Вот дичайший абсолютно абсурд. Но все упирается в особенность нашей бюрократической системы, суть которой в том, что никто не хочет принимать никаких решений никогда. Потому что если ты принял какое-то решение, тебе придется за него отвечать. Если ты не сделал ничего, отвечать тебе не за что. Ну как-то вот так оно работает. И вот это, конечно, дикий бред. Потому что я, Алексей, спрашиваю, какие перспективы у этой машины ее будут производить? Ну он и так довольно грустно говорил, будут точно и очень скоро. Вот не факт, что мы, правда. Понимаете, вот это, блин, обидно, да. Чертовски обидно. Потому что разработка интересная, наверняка у нее есть куча применений, и службы доставки те же, и какие-то еще службы, и кто-то еще мог бы пользоваться таким вот райком, который у нас придумали. Но случится ли это на самом деле, ой, не факт. Это обидно. Все у меня на сегодня. Короче, лайки, дизлайки, ну и комментарии экспертов, разумеется. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!